Добрый-добрый день, друзья дорогие! Если в Петропавловске и Камчатском дождь, а в вулканариуме вы уже были, то где же от дождя спрятаться? Ну, конечно, на том самом рынке. Рынке, где продают икру, рыбу и морепродукты. Абсолютно неожиданно для меня в прошлом году видео про тот самый Камчатский рыбный рынок, что в городе Елизово, набрало какие-то совершенно сумасшедшие просмотры. И вот в этом году он специально прилетел сюда, в Петропавловск-Камчатский, чтобы показать вам, как в конце лета 2024 года выглядит рынок икры в Петропавловске. Друзья, добро пожаловать! Вот он, рыба-морепродукты. Несколько кадров с этого рынка попали в наш большой фильм прошлогодний про Петропавловск. Тут я вам хочу сказать, за этот год очень здорово все изменилось. Поэтому давайте посмотрим, как все это выглядит сейчас. Постараюсь никуда не торопиться, чтобы вы спокойно рассмотрели цены. Потому что цены тоже здорово изменились, хочу я вам сказать. И вот так тут светло, вот так тут здорово, вот так тут классно. И сразу с места в карьер вас, конечно, встречают крабы. Вот эти огромные, большущие фаланги, вот этих крабоидов, тех самых камчатских крабов. Одна такая фаланга, уже приготовленная и вареная, в мурманские литериберки, будет стоить в районе, там, 5000 рублей. Вот так. А вот это тот самый стригун, тот, который краб, ну, прям настоящий, прямо краб-краб, у которого 10 клешней. Это уже его мясо, как вы понимаете. И вот сейчас можете сравнить цены. Камчатские 7, стригун 4. Стригун ничуть не хуже. Многие даже его называют более нежным, что ли, или более вкусным. Тут у нас в основном заморозочка. Вот такая немаленькая чавыча. И дальше по правую руку начинается, конечно же, икра. Чавыча 9, нерочка 7500, горбуша 6500. Пройдемся медленно, посмотрим ту же самую нерку. Вот это филе холодного копчения. Балычо палтус. Роскошный, великолепный. Достаточно оживленно здесь, просто еще и потому, что, опять же, дождь. И поэтому многие сюда пришли не то, чтобы прямо сразу все скупать, но хотя бы попробовать или прицениться. В Петропавловске и Камчатском, что здорово, дают икру попробовать. Маленькими одноразовыми чайными ложечками. И вот та самая чавыча, малосольная, роскошная. Этого года 9000 рублей, друзья. Ну, это роскошь, это великолепие. Поэтому это, что называется, так стоит своих денег. Что-что? Пробовать будете? Давайте, да. Если не против, я с удовольствием. Прямо вот так на камеру, прямо в эфире сделаю. Спасибо большое. Чавыча, да, этого года, да? Все, ага. Друзья, нежнейшая. Ой, так, это нерка. Нерка, нерка. Нерка чуть меньше и чуть нежнее. Ну, чавыча великолепная. Ну, у меня все равно любимая горбуша, поэтому я вот... А это кижич? Это кижич. Так, сейчас. Скажите, а самая маленькая баночка, какая у вас? Сколько можно взять? Не знаю, грамм 100. Давайте сюда 100 грамм положим. А, вот сюда 100 грамм. Все, сейчас, чуть попозже. Да сниму, приду? Все, замечательно. Тут, понимаете, счастье какое? Можно взять себе 100 грамм и просто вот гулять дальше продолжать и пробовать уже из своей баночки. Так поприличнее это будет выглядеть. Могу я вам ложечки отдать? Прошу прощения. Вот сюда. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы сюда вернемся. Горбуша, кита, чавыча, кижич и нерка. Это вот 5 видов. Но настоящие жители Камчатки, они различают, ну, не знаю, 7, 9, 10 сортов икры. Для нас с вами красная икра и красная икра. А тут вот такое великолепие. Плюс, конечно, омега-3. Плюс печень. Я относительно недавно распробовал прекрасную печень трески, здесь пока не вижу. Но вот камчатская, она тоже великолепна. Так, ну что, идем чуть дальше. Так здорово. Видите, как ярко одевается Петропавловск просто на всех? Очень даже яркие, классные, разноцветные дождевики. Дальше. Галеная камбала. Ну, это что-то совершенно потрясающее, если к пиву, понятное дело. Икра сельди, кстати, тоже находит вообще своих ценителей. Крабы. И вот это та самая корюшка, роскошная, дальневосточная, камчатская корюшка, друзья. Это тоже деликатес абсолютно, тем более это икриная, вообще классная. Темная икра, тут и нерочка, и кижич такая, чуть посветлее будет, чавыча. И еще светлее побольше кита. Сюда, наверное, поверну. Вот эту рыбку покажу вам. Опять же, пласты, видите, нерки, чавычи, терпужок обязательно. Вот он терпух. Смотрите, это все цены за килограмм, соответственно. Вот эти все пласты, они уже практически без больших костей. Так, еще сюда. Видите, разного даже по цвету икра. Это же отлично видно. Цены плюс-минус одинаковые, но где-то вам ее упаковывают в вакуумную упаковку. Где-то нет. Ну вот эта вот горбуша за 7700, по крайней мере, так вот визуально мне очень-очень нравится. Красота. Дальше заморозочка. Обязательно. Куда же без нее. И дальше, да, вот так выглядит уже сам процесс покупки. Вот тут хорошо подсвечено просто, да. Кстати, еще совершенно точно нужно обратить внимание на камчатский соус песто. Потому что он не такой, как в Италии, как мы с вами привыкли. Нет, этот с черемшой. Вот такая история. Красота. Очень классно, когда вот такую делают юкулу, видите. То есть чуть подрезают, так надрезают на кожице, на натуральную рыбку. Очень удобно есть. И, соответственно, очень даже вкусно выглядит. Класс. Тут все плюс-минус повторяется. Та же комбалушка небольшая и та же корюшка пошла. Сейчас, наверное, еще пару шагов по икре пройдемся. Давайте вот сюда нырнем. Тут еще, видите, мне кажется, здорово все зависит от освещения. То есть вот такую киту или такой кижуч вот сразу хочется купить. Ну, правда. Классно. И опять же, да, если так вы понравитесь продавщицей, то вам могут дать попробовать и здесь. И, соответственно, выбираете то, что понравилось именно вам. Совершенно точно не нужно доверять каким-то там советам в интернете, где кто что посоветовал. А вот смотрите, да, замороженный краб. Причем отдельно можно выбрать клешни. Отдельно выбрать вот такие, ну, как клешни побольше. Или вот кусочки розочки, половинки, как раз четырьмя клешнями. Тут же и гребешки, кстати, в створке. Это тоже не часто встречается. Миди, лангустины. Вот такая история. Ну и рыбка свежая, конечно, сейчас просто покажу. Вот так вот, да. Кита какая роскошная. Опа. Причем, заметьте, тут разная цена, наличные или безналичные у вас расчет, соответственно. Оживленно, оживленно сегодня здесь на рынке. Стараюсь никому не мешать. Да, вот она печень трески, наконец-таки. Да, самая натуральная. Друзья, 280 рублей баночка всего-то навсего. В Петербурге, ну, под 300 такая баночка будет стоить. Но это прям вот самое, что ни на есть. Местная классная. А селедочка не подскажете? А лютерская? Ах, вот она там плавает. Никто на ее внимание это не обращает. Она же роскошная, жирненькая. Ах, красота. Дальше видим мы с вами и палтус. Тот самый белокорый огромный. И чавычу, и тунец. И вот такую пластами угольную рыбу холодного копчения. Ну и опять же икорочка. Опять же икорка, никуда не делась. Ах, здесь чавыча какая крупная, смотрите. Совершенно особенная. 9 тысяч рублей сегодня. Ну, то есть почти в два раза дороже, чем в прошлом году. Еще из отличий, смотрите. Появилось вот такое море пенного здесь под рыбку. Я уж не знаю, есть ли здесь пиво камчатское. Но наверняка должно быть. Причем, видите, и на разлив. Сколько тут сортов. Огромное количество. И, понятно, рыбка такая более сушеная. И всякие крафтовые сорта местных маленьких пивоварин. Тут мы встречаем, видите, с вами и японское, и китайское пиво. Есть и немецкое, есть и бельгийское, я смотрю. А вот такое, а? В трехлитровых баночках-то кто помнит? Бойлерная красота. Ну, и еще из, знаете, таких... А вот она, сельц, смотрите, алютерская малосольная. Вот, увидел рекламу. А, и увидел саму селедку. Вот она великолепие. Это вот она классная какая. Да-да-да-да. Из еще новинок этого года очень мне понравился вот такой уголок, который называется деликатесы Востока. То есть здесь не то, чтобы с собой, а вот прямо-таки у барной стойки. Можно заказать себе устричку, например, или морской гребешок. И вот так прямо при вас все дело разделывают, устричку открывают. Здравствуйте, приятного аппетита. Как устрицы, что скажете? Мы пока еще не попробовали. Предвкушение? Вот они там живые, настоящие. Вот они там бурлю, куёст. А вон девушка как мастерски с ними справляется. Специальным ножичком красотам. Последний раз мы с вами в Японии, правда, на рынке Кумурамо. Видели вот подобные уголки. Когда вы, прогуливаясь по рынку, себе нагуляли аппетит. И срочно нужно, вот, например, опустошить, извините, морского ежа, съесть его икорочку. И будет вам шастье. Здесь еще роскошные крабы. Ой-ой-ой. И здесь нерочка китайчего. Чуть-чуть подешевле. 7500 и 8, соответственно. Вот так, друзья. Это еще оставили мы с вами центральную аллею без особого внимания. Но, как вы понимаете, все плюс-минус. Также то, что сюда точно стоит заглянуть, то, что здесь точно нужно побывать, если вы оказались в Петропавловске-Камчатском, это совершенно однозначно. С вас, понятно, нравишко, естественно. Ну, подписка на мой канал, друзья. И берегите Камчатку.